Всем привет, меня зовут Александр Галкин и сегодня мы находимся в городе Кировск. За моей спиной место зимнего хранения яхт, которое называется Порт Дубровка. Там хранится наш Эллинг Е6 и сегодня мы навестим яхту. Я расскажу о процессе подъема лодки на берег и о том, какие работы мы проверили, для того, чтобы не было проблем в следующем сезоне. Как известно, театр начинается с вешалки, ну а место зимнего хранения со слипа, на котором мы сейчас и находимся. Мне очень нравятся эти знаки, ребята тут работают с юмора, не обгонять 40 километров в час. Но вообще, по сути, это бетонная ячейка. Мы находимся на левом берегу реки Невы, это у нас Нева, с той стороны Ладожское озеро, в ту сторону Петербург, но мы ближе к Ладоге, это ощущается по холодному ветру. Так вот, по сути, это такая бетонная ячейка, сюда заходит яхта. На швартовых концах она центруется, чтобы она была посередине, и дальше по этому слипу заезжает гидравлическая телега, которую мы потом увидим в ангаре. Заезжает под яхту, поднимает ее и поднимает на берег, для того, чтобы поставить на открытую площадку, которая находится с правой стороны. Здесь сейчас не увидим. Музыка Музыка После установки лодки на открытую площадку мы провели консервацию, помыли корпус и после этого закатили в ангар. Музыка Причем между подъемом и тем, когда мы закатили в ангар, прошло два дня, потому что лодку мы поднимали в пятницу, а в ангар закатывали в понедельник. Так вот, в выходные планировались морозы, и очень кстати оказалась опция дизельный котел Кабола. Мы просто оставили котел на поддержание температуры 12 градусов, и лодка совершенно спокойно отстояла все эти морозные выходные. Ну что, теперь предлагаю отправиться в ангар и уже посмотреть, как там наш прекрасный эллинг Е6. Пойдемте. Чем ближе к лодке, тем теплее становится. Вот уже шапку снял, можно куртку расстегнуть, потому что в ангаре температура примерно где-то градусов 10-12 может быть. Ну в общем, намного комфортнее, чем на улице. У нас там минус 17 сегодня примерно. Слева от меня находится телега гидравлическая. Поднимает она лодки до 45 тонн, длиной примерно метров 20-23. Из ее особенностей, когда лодка заходит, телега заезжает в воду, то лодка фактически касается телеги вот через такой специальный надувной привальник по всей площади получается. Это такой более безопасный и намного более щадящий для корпуса лодки способ подъема. Вся эта махина управляется с пульта дистанционного управления примерно так же, как на Эллинге Е4. Помните этот ролик, где я с пультиком отходил от причала. Это про телегу, а теперь про яхту, которая буквально в нескольких метрах находится от меня. Пойдемте покажу, каким образом она у нас зимует. После того, как лодку достали чудо-телега из воды, поставили на открытую площадку на берегу, провели мойку-консервацию, после этого ее заново поднимают и завозят уже в ангар. Мы стоим фактически первые на выход, потому что последние поднялись из воды. Лодка ставится на такие подставки на бруски по килю. Здесь у нас их раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук. И на боковые подпорки, для того, чтобы она не скатилась ни налево, ни направо. Вот он наш красавец, Эллинг 6. Также мы провели после подъема ревизию втул Дейдвуда, Дейдвудные трубы. То есть там, где вал выходит к винту. Посмотрели все втулочки, сальники. Также на перьях руля, на вспомогательном двигателе. Сейчас поднимемся на борт и чуть подробнее расскажу о тех действиях, которые мы делали во время подъема лодки на берег. На корме вы видите у нас такое береговое, пуро-береговое питание. С периодичностью примерно раз в две-три недели приезжает матрос, который заряжает аккумуляторные батареи. Лодка демонстрационная, постоянно готова к просмотрам. Полностью мы ее не обесточили, поэтому есть некоторые системы, которые себя тестируют. И небольшой расход энергии постоянно присутствует. Если вы поднимаете лодку и ставите ее на долгое зимнее хранение, то лучше всего снять клеммы с аккумуляторов тем, чтобы они не просели к весне. Пойдемте на борт. Новая реальность. Безопасность во время просмотра яхт Эйлинг прежде всего. Так вот, подняв лодку на берег, важно правильно просушить палубные подушки. Потому что даже если они выглядят сухими, то с обратной стороны такой сетчатый материал, через который они с огромной скоростью напитываются влагой. Поэтому все подушки палубные, особенно которые постоянно находятся в таком режиме штатном, их обязательно просушить. Тенты, бимини, также рекомендую открывать. Во-первых, чтобы они просохли. Во-вторых, если вы их мокрыми оставите в сложном состоянии, то у вас потом появятся такие некрасивые складки. Пройдем на носовую палубу. Эйлинга. Эти подушки у нас в штатном режиме хранятся на палубе, поэтому их мы просушивали в первую очередь. Просто снимали и размещали на рейлингах. Вот таким образом, примерно за неделю они все просохли. Также мы открывали все рундуки, носовые, кормовые, для того, чтобы гарантированно нигде не осталось влаги. И лодка была готова к следующему сезону. Пойдемте в салон. Пойдем. Смена обуви. Снимаю куртку. Можно уже зайти на борт после вас. Итак, законсервировали мы также систему водяную, систему черных вод, систему серых вод. И сделали это не для того, чтобы предотвратить промерзание, потому что и так в ангаре в течение всей зимы плюс 10. А сделали мы это для того, чтобы продезинфицировать и избавиться. Ну и то, что избавиться, предотвратить появление запахов неприятных. Потому что всегда лучше, чтобы в трубах оставался пропиленгликоль, который имеет спиртовую основу, чем вода, которая впоследствии начнет просто издавать неприятный запах. На этой лодке мы оставляли подушки, пледы и весь текстиль. Опять же, потому что это демонстрационная лодка. Она всегда у нас готова к показам. Кроме того, эта лодка продается. Поэтому, в общем, полностью весь набор красивого эллинга мы оставили. Ну а вообще, если вы лодку оставляете на долгое зимнее хранение и не планируете в течение сезона, ну она, например, не продается, да, вы просто ее оставляете на зиму и приедете уже в начале следующего сезона, то я рекомендую весь текстиль, все подушки убрать с лодки и в дальнейшем, в начале следующего сезона его обратно по своим местам разместить. Тогда весной у вас будет сухая и приятно пахнущая лодка. Еще после подъема на берег, когда мы нас закатили в ангар, мы поднимали все паёлы, открывали все рундуки с тем, чтобы лодка гарантированно везде просохла. В таком режиме она находилась у нас примерно месяц и сейчас, ну даже чуть больше, сейчас мы обратно все закрыли, закрыли моторный отсек для того, чтобы она была у нас в таком прекрасном выставочном состоянии. К слову про выставки, как вы знаете, выставку в Дюссельдорфе перенесли с января на апрель, но, к сожалению, это абсолютно не точно, что она состоится, а скорее всего она, к сожалению, у нас не состоится. Поэтому все, кто хотели посетить стенд Эллинг в Дюссельдорфе, я всех приглашаю в Санкт-Петербург. Аэропорт Пулково от города Кировска находится примерно в 40 минутах езды, очень близко, очень легко добраться. Вы сможете приехать на борт, все посмотреть, потрогать своими руками, обсудить спецификацию. И самый важный момент, с нами на связи будет Антон Ванденбосс, директор и владелец верфи Эллинг. Вы сможете задать ему свои вопросы, получить рекомендации по спецификации яхты, которую вы собираете и которую вы хотите заказать. Если вдруг на какие-то вопросы я не смогу ответить, ну или Антону можно пожаловаться на меня, это тоже вариант. Пойдемте дальше на яхту. В ангаре у нас температура 12 градусов, чтобы было комфортно на борту, мы вот такие закупили обогреватели, вентиляторы. Ну, соответственно, 2-3 таких штуки в течение 20 минут уже поднимают температуру на борту градусов до 18. Ну, хотя и сейчас, в принципе, в таком виде мне абсолютно не холодно. Вода у нас законсервирована, но все подготовлено для кофе, поэтому перерыв на кофе. С чашкой кофе всегда приятнее лодки смотреть. Будьте осторожны только. На пол разливать можно, а куда нельзя на Эллинге разливать кофе? Да, наверное, везде можно безопасно разлить кофе, потому что тут все предусмотрено Антона Ванденбосса. Видите, у нас хозяйская каюта подготовлена красиво. Сегодня мы не будем много ходить по лодке, это оставлю я для следующего ролика, который будет касаться как раз жизни на борту практическим сторонам Эллинга Е6. Ну, а на сегодня это все. Допиваю свой кофе, вы досматриваете ролик. До новых встреч, спасибо, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры подогнал «Симон»